Всем привет! Меня зовут Чайгана, я художник, и в этом видео я буду показывать свои новые материалы. Мне недавно пришла такая коробочка из красного караныша, моего любимого арт-маркета, и сейчас я буду показывать всё по порядку. Я некоторые из них уже попробовала и делилась впечатлениями в моем инстаграм. Некоторыми я не пользовалась ещё, они новые, но я всё положила обратно в коробку, чтобы было по полочкам. И с самого начала. Конечно же, всё было упаковано очень хорошо и надёжно, но я убрала все эти бумажки, так что, чтобы нам было легче смотреть, и начинаем. Начинаем мы с бумаги для масла Кэнсон. Если вы не знаете, я обожаю Кэнсон, это мой любимый бренд бумаги. Это бумага для масла, у неё есть специальное покрытие, которое позволяет вам работать с маслом. Плотность этой бумаги 290 грамм, как примерно плотность обычного кэнвеста, обычного холста, так что всё замечательно. Размер такой очень милый, небольшой, для набросков отлично. Размер 19 на 25 сантиметров, чуть меньше А4. Я покажу свой первый рисунок на этой бумаге. Вот такой вот небольшой-небольшой набросок, быстрый. Я сделала таких уже три, два с половиной, третий уже в процессе, но там свет такой против солнца, поэтому я с ним ещё немножко вожусь. Это первый портрет, используя эту бумагу. И впечатление просто замечательное. Когда ты хочешь рисовать маслом, то у тебя такое, знаете, немножко даже обязательство внутри такое, что холст большой, громоздкий. А если тебе хочется немножко просто поработать маслом, то ты понимаешь, что тебе придётся брать холст. Я знаю, что холсты бывают маленькие, вообще разных размеров. Но всё равно бумага тебе придает какой-то лёгкости и какое-то необязательство, что ли, какой-нибудь шедевр сотворить. И придает изнутри какую-то лёгкость. Так что у меня оценка очень-очень наивысшая на эту бумагу, потому что она очень классная. У неё есть и более крупные размеры, и вообще бумага для масла, по-моему, есть у многих брендов. Но просто я люблю Кэнсон, это настолько у меня проверено. Я три года рисую, и в основном всегда на Кэнсон акварельная бумага, там бумага для смешанных техник и так далее. И я знаю, что это такой знак качества и просто моя персональная любовь. И дальше. Это просто краски мечты. Французские краски Лефран и Буршуа. Они просто невероятные. У меня есть студийная линия в синих чубиках, тоже из красного карандаша. А вот эта вот линия профессиональная. В таких серебристых, невероятно красивых чубиках. И я впервые ими нарисовала эту же работу. Потом второй портрет на этом же листе, получается. Ну, не на этом самом, а из вот этой папочки. Я рисовала портрет своей подруги. И он уже не у меня, поэтому я вставлю рисунок, чтобы вы увидели. И они оба нарисованы этими красками. Здесь 12 цветов по 20 мл в чубиках. Поэтому из-за того, что цветов самих очень много, 12, то когда ты их смешиваешь, у тебя получается очень обширная палитра. И с ними можно почти любой сюжет нарисовать. Много я говорить не буду. Возможно, сделаю отдельное видео. Потому что есть что сказать про эти невероятно классные краски. В инстаграм-посте, где я делилась с ними, я так и назвала пост «Краски мечты». Потому что я без преувеличения могу сказать, что они фантастические. Дальше. Два таких бриллианта. Алмаза. Это краски от Daniel Smith. Если вы не знаете, Daniel Smith это производитель просто очень-очень качественных акварельных красок. У меня здесь два таких цвета. Называются «Встала Блю» и «Сигулай Дженуин». Они очень красивые. И я их уже успела, конечно, опробовать. И сейчас я немножко продемонстрирую. Я использовала их в этой работе. Это акварельная работа еще в процессе. Я рисовала на целом листе. Эти два цвета у меня очень-очень отлично пришлись на зоны, где тени. Они, конечно же, не только сами по себе в тенях. Там есть и другие краски, смеси. Потому что живопись — это просто смесь очень-очень многих красок. Все друг на друга влияет и так далее. Так что в тенях они получились очень красивыми. Я не хотела как бы их специально поставить, ну, обоих в одно место. Но все равно просто так получилось, что смесь их отлично смотрится в тенях. Вот так вот. И что я говорила... А, может быть... Дальше... Дальше... У нас будет такая кисть-клейт с рублев. Основание ворса 5 см. И для чего такие кисти нужны? Для таких широких заливок, больших. Например, на эту работу, которую я только что использовала, на ней я поняла, насколько это революционная вещь, если у вас ее до этого не было. Я раньше рисовала на больших форматах и использовала свою... ну, свои обычные кисти обычного размера. И когда мне приходилось делать большие заливки, то я все это делала обычными кистями, что было немножко муторно. Конечно, можно поработать так. Ничего страшного в этом нету. Но когда у вас есть такая широкая кисть-флейт, с которой делают равномерные... Дело даже не в том, что вам придется много раз кистью вот так вот пройти. А дело в том, что когда у вас ворс такой равномерный и плоский, то вода, получается, равномерно рассекается по поверхности бумаги. И то, что вы хотите сделать, грубо говоря, в этом работе вот бумага, небо, все это здесь равномерность важна. Вот, и чтобы не было никаких неожиданностей, да, то вот это очень-очень классная вещь. Рублев 50 миллиметров. Дальше смотрим. Белая ручка Сакура Джелли Ролл. У меня были разные белые ручки, потому что они всегда нужны, всегда должны быть под рукой. И заканчиваются неожиданно, хотя их хватает ненадолго, потому что я не использую такие декоративные элементы белой ручки слишком уж часто. Когда получаются такие иллюстративные работы, или где просто мне хочется по настроению, упс, по настроению сделать что-нибудь, то я беру их бликинки-нибудь, или узоры каких-нибудь цветов и так далее. Вообще, где у меня душа пожелает, то они всегда нужны. Дальше. Это у нас новые цвета Белых ночей, акварель в кюветах, Невская палитра. И цвета просто очень-очень сочные, летние. И я их уже опробовала и положила обратно в эти упаковку, чтобы показать вам видео более, ну, показательно. И они очень классные. И самое главное, светостойкость у них у всех три звездочки. Как я заметила, у Невской палитры в красках, какие бы они ни были, акварельные, акриловые, масляные, они чаще всего делают светостойкость в три звездочки. И светостойкость, это насколько ваша работа будет сохранять свои свойства, цвет, яркость, сочность, с течением времени. И для меня это очень важно, потому что мне хочется, чтобы мои работы сохраняли свой первоначальный вид настолько, насколько это возможно. И три звездочки, это максимально, что может быть, одна звездочка, получается, что-таки не очень светостойкие. Две звездочки, как бы, неплохо, но три, для меня три всегда должно быть. Дальше у нас здесь три замечательных продукта, которые я хотела попробовать уже давно. Это у нас чернила от Windsor & Newton. Синий цвет, белый цвет и золотой цвет. Например, синий цвет я использовала, чтобы написать это яркое, солнечное, ослепляющее небо, знойное. И вот он пришелся как раз просто к случаю. Там есть и другие цвета, конечно, оттенки, не только синего, но все равно большинство, ну, большая часть написана вот этим вот чернилами. Дальше белые чернила, здесь такой мишка, полярный медведь. И белые чернила тоже нужны для декоративных элементов для меня, где-то из серии, как с белой ручкой. Но все равно ручкой ты делаешь одну сплошную линию, а чернилами ты можешь делать все, что угодно, используя кисти или пером. Я наношу эти чернила как кистью, так и пером. Они суперидеальные будут для каллиграфии. Я иногда могу сделать что-то такое каллиграфичное, но в общем и целом я каллиграфию пока не пошла, как бы не увлекаюсь очень сильно уж. Но если вы делаете каллиграфию, пишете и так далее, то это замечательный вариант. Вот, например, золотая тушь. Я обожаю золотые элементы. Я их раньше делала золотыми акриловыми красками, апарельными красками, золотым маркером и так далее и так подобное. Чернилами тоже рисовала. У меня были золотые чернила Кохенур, а сейчас у меня золотые чернила от Винсери Ньютон. Это просто вещь, которую просто влюбляешь с первого взгляда. Я сейчас покажу быстренько, для чего я успела их опробовать. Это такой блокнотик. Я туда делаю зарисовки такие атмосферные. Мне нравится текстура бумаги, потому что она такая не совсем белая, слоновой кости. И плюс у нее такие крапления интересные. Ну, как у бумагерочной работы, знаете. Это блокнотик из Непала. Мне подарила знакомая, Ира. Здесь тоже очень-таки ненавязчивые элементы золотые. По-моему, это смотрится очень-очень классно. И золотые чернила. Это просто что-то невероятное. Далее. Далее у меня тут от Liquitex медиумы. Этот медиум называется Blended Fibers. Этот медиум называется Madjo. И по названию понятно, что этот делает краски акриловые более матовыми. Придает, скорее всего, матовый финиш. А этот Blended Fibers, он делает что-то другое. По нему видно, что он такой плотный. И он влияет на текстуру. Так же, как и вот этот, который называется Glass Bits. Здесь такие немножко горошинки. И он так же текстурный. Гель. Ну, мне не терпится их использовать. Я пока рисую сейчас акварелью и маслом. И скоро буду я акрилом тоже. Ну, мне всегда вот так происходит. Все вместе. Основной материал, конечно, акварель. Но так иногда и акрил, и масло, и вот так круто. А это очень интересный такой медиум, потому что он жидкий в виде спрея. И он предназначен для того, чтобы вы спреили его на палитру. Как вы знаете, акрил такой материал, который сохнет прямо у вас на глазах. И для того, чтобы он сох более медленно, я всегда советую, ну, брызгать из пульверизатора. Либо, как я это делаю, я намочу кисть и начинаю вот так вот немножко брызгать кистью на краски. Потому что палитра у меня обычно небольшая. И если будет пульверизатор, знаете, как на растение. Там уровень давления и так далее. Все разное. Капли тоже разные. Но этот медиум палит-бэринг спрей, я считаю, что он будет идеальным. Потому что тут же специальный вот этот спрей, чтобы все шло равномерно и так далее. И, не знаю, мне кажется, такие вещи, которые помогают тебе, делают процесс проще, это очень круто. И напоследок здесь у нас такие невероятно сочные, радующие глаз. Новые цвета. Масляных красок мастер-класс от Невской палитры. Это такое буйство красок. Это так красиво. Конечно, видно, что они не открытые, новые. И мне только предстоит ими работать. Так что тоже жду не дождусь. И вот это и были все мои, получается, новые материалы. Вы можете написать в комментариях, что бы вам хотелось увидеть более подробно. На какие-то из них я буду делать, получается, отдельные видео, чтобы показать и подробнее рассказать. И просто напишите, что вам хотелось бы увидеть впервые всего. Все эти материалы были из красного карандаша. Это арт-маркет, в котором я закупаюсь с того момента, как я начала рисовать. Я начала рисовать три года назад. И все три года у меня я всегда с красным карандашом. И все. Вот так вот на Инстаграм. У меня постоянно сториз. Постоянные посты каждый день. Можете записаться... Записаться? Можете посмотреть Инстаграм. И вот и все. Надеюсь, видео было полезным как-то. Если есть вопросы, спрашивайте внизу. Всем спасибо огромное за просмотр. И увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok